Петербург к снежной зиме готов. Такой вывод делал вице-губернатор Сергей Козырев во время объезда. На Петерговском шоссе ему показали новый стационарный снегоплавильный пункт. Он сможет переработать грузовик осадков за три минуты. Мы решаем проблему Стрельной. Где в том числе входит Константинский округ дворца Константиновского? Мы решаем проблему Петерговского шоссе. И мы решаем проблему Красного села. Плавить снег в этом году будут семь таких установок. В следующем построят еще восемь. Госслужащие шутят. Это тот случай, когда деньги зарывают в землю. Все сооружение спрятано в грунте. На поверхности только дробилки, которые измельчат сугробы и отсеют мусор. Потом снег растопят водой и отправят на очистные сооружения. С точки зрения экологии, через два года нам не нужно ездить в Финляндию, к нам будут приезжать. И с точки зрения технологий, которые применены при строительстве стационарных пунктов, они у нас гораздо более продвинуты, чем в Москве. Мобильную установку для переработки осадков вице-губернатор осмотрел из автобуса. Зато остановился рядом с английским мостом. Здесь делают вылетную магистраль в обход центра. Сергей Козырев не побоялся испачкать ботинки, обошел всю стройку. Хотя работы еще много, трассу обещают открыть в декабре этого года. Демонстрация снегоуборочной техники в Калининском районе больше напоминала показательные учения. По сценарию выпало 15 сантиметров осадков. Коммунальщики продемонстрировали все этапы уборки. Рабочие готовили солевой раствор в специальной ванне, посыпали песком асфальт. Его, кстати, уложили за два дня до приезда комиссии. И гребли воображаемые сугробы. Водитель со стажем Анатолий Королев признался. Битва со снегом его не пугает. Больше проблем от водителей, которые не уступают дорогу. Где много магазинов, стоят машины, и там практически не проехать. Убираем только ночью, на работу. Бывать только ночью. Зимой трудиться на улицах будут те же машины, что и летом. За считанные минуты рабочие меняют щетки на плуге, присоединяют пескоразбрасыватели. Вот любимая машина водителей. Ее называют Вилли. Этот малыш умеет все. Подметать улицы, посыпать их пескосоляной смесью, убирать снег с помощью ковша и даже складывать его в аккуратные кучи. Насколько Петербург готов к зиме, станет ясно после первого же снегопада. По словам Сергея Козырева, дополнительным стимулом для коммунальщиков должны стать соревнования между автоколоннами. Самым расторопным и аккуратным механизатором пообещали награды. Мария Марченко, Алексей Кривощоков. Новости Санкт-Петербург.